Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я с вами хочу поговорить на такую тему, как везение. Потому что в последнее время, да и вообще с момента основания моего каннаблога, просто со всех сторон начинают лететь такие, я не знаю как, претензии. То, что мне повезло. Меня спрашивают, сколько у меня лошадей, я отвечаю, что у меня 4 лошади. Тебе повезло. Кто у тебя тренер? Мама. Тебе повезло. Мне повезло? Серьезно, почему вы считаете, что мне повезло? Почему многие считают, что если у человека есть все то, что он хочет, это значит, что ему везет? Вы никогда не думали, что это просто многолетний труд, желание делать что-либо, двигаться вперед? И все вот это, это не везение, это просто труд, который дал мне все это, то, что у меня сейчас есть. То, что у меня есть канал, то, что у меня есть группа, то, что у меня есть все мои лошади, на которых я выступаю на соревнованиях, занимаю призовые места. Это все мой личный труд, труд моей мамы, труд моего берейтера Эльвиры Валерьевны. И просто это все большой труд, это большое вложение, это большие затраты, но все это делается не просто так, а потому что мы этого хотим. И у меня вот были такие ситуации, когда вот у нас лошади только появились, мои личные. У нас была с кобылой очень большая проблема, то есть мы не могли на ней ездить, мы не могли на ней спокойно прыгать, начать. Вот как раз таки ездить мы на ней не могли, а как начали прыгать, у нее сразу поехала крыша. У нас дело доходило до такого, что мы просто уже не знали, что делать с этой лошадью. Продавать ее, оставлять ее, что с ней делать, мы не понимали. Когда она вела себя просто отвратительно, все в голос орали, продавайте ее. Но мы понимаем, что такую лошадь точно никто не купит, которая ведет себя как непонятно что, на ней даже не поездить. Просто люди, они вокруг нас, которые нас окружают, они считают, что если вот так вот сейчас вот есть, то это никак не изменится, в будущем так и останется. Что вы думаете? Проходит некоторое время, кобыла начинает выступать на соревнованиях, пусть неудачно, но она это делает. Я начинаю на ней прыгать, до 120 сантиметров, до 110 сантиметров, вот. И что вы думаете? Люди говорят, что нам повезло. Просто. Они говорят, что нам повезло, хотя эти же самые люди утверждали, что эта лошадь убийца, что на ней нельзя заниматься, что ее надо продавать срочно, чуть ли не на мясо ее сдавать. И вот они говорят, что как же вам повезло за такие маленькие деньги купить такую лошадь. Да еще и двух. Ай, хорошо. Люди просто не видят этих трудов, этих слез, этих вот прям слюней соплей, простите меня, которые просто вылиты на этом манеже, на котором мы кувыркались с этой лошадью. Как мы падали многочисленное количество раз, как она просто ввела себя просто ужасно. Она травмировала мне, Берейтера, она травмировала меня, она травмировала мою маму, она всех просто там чуть ли не поубивала. Но то, что вы видите сейчас, это конечный результат всех тех двух лет нашей работы. И, ну, он еще не остановился, мы еще совершенствуемся, но все равно это результат того, что мы делали своими руками. Это не какое-то там везение немыслимое, что вот нам так повезло с этой лошадью, господи. Если бы нам повезло с этой лошадью, мы бы с ней так долго не мучились. Просто я, конечно, понимаю, что доля везения в этом, конечно, есть. То, что эта лошадь в конце концов осталась со мной. Но то, чем она является сейчас, это многолетний труд наших вот этих вот рук. Приехал ластик. Все такие типа, ой, да конь-убийца. Ну, вы знаете, с какой он к нам приехал, на него не могли сесть. Что вы думаете? Мы его заезжаем, мы начинаем выступать на нем в соревнованиях. Он снимается, закидывается, ведет себя как последняя плохая лошадь. Мы тоже уже не знаем, что с ним делать. То есть он просто упирался и не шел никуда. В никакую вот просто не пойду я туда и все. Что вы думаете? Коль начинает подниматься по ступенькам постепенно. И все опять начинают петь ту же самую песню, что нам опять повезло. Я просто не понимаю, почему людям так легко сказать это слово. Да вам повезло, господи, да вы такие везучие, прям сил нет. Почему нельзя сказать, что вот вы такие молодцы, сделали таких лошадей своими руками, так много сил в них ложили. Никто не видит этого. Никто всем неинтересно, сколько ты времени тратишь на эту лошадь каждый год, чтобы она была тем, чем она сейчас является. Я просто вот не понимаю, неужели люди настолько вот недальновидные, что вот даже сами себе противоречат. То есть сначала они говорят, что фу, лошадь, говно продавайте ее нафиг. А потом они говорят, как вам повезло, такая лошадь, такая лошадь. И это касается не только именно нашей конюшни, наших людей на нашей конюшне. Это еще касается того, что вы мне говорите, что у меня три лошади, значит, мне повезло. У меня мама тренинг, значит, мне повезло. Я выступаю на соревнованиях, мне повезло, да. С чего вы взяли? Вот просто с чего вы взяли? Мне даже иногда просто хочется задать этот вопрос, с чего вы взяли, что кому-то в этой жизни может повезти. Конечно, долю везения никто не исключает, потому что везение – это прилагательное к труду. То есть это прилагается к твоей многолетней работе как бонус. И вероятность везения просто вот настолько ничтожна, что вот труд, который вы вкладываете в то, что вы делаете, он гораздо более глобально сказывается на результате, чем вот это вот маленькое везение. Я, конечно, иногда тоже думала, что вот людям везет, 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 везет. Вот у меня есть знакомая, у нее есть конь. Она его купила просто с полей за сущие копейки. И сейчас она выступает на нем до 140 сантиметров. До 140 лошадь. Просто, по-моему, рысак какой-то. Или даже не рысак, непонятно кто, я не знаю точно. Если ты вдруг смотришь это видео, не обижайся, просто я не в курсе. Вот просто он очень маленький. Он, ну, ниже среднего. Но я не могу сказать, что этому человеку повезло. Конечно, вот сейчас вот, если бы я только сейчас ее увидела на этом коне, я сказала, фига, как повезло, купила такую лошадь. За такие копейки такую лошадь классную. Но вспоминая то, что они пережили в прошлом, то, что у них тоже были вот такие вот косяки, то, что вот они тоже никак не могли сработаться. Ты просто понимаешь, что это труд. Это труд. Это труд двух. Как сказать-то не людей же. Это труд двух. То есть лошадь привыкает к саднику, всадник привыкает к лошади. И все это очень много лет надо совершенствовать, чтобы добиться какого-то результата конечного. Или даже не конечного. Потому что результат он восходящий. Если не сходящий, это уже деградат. Вы, наверное, думаете, к чему я это все говорю? Да к тому, что ценить чужой труд гораздо труднее, чем ценить свой. Потому что свой труд это для себя. А когда ты ценишь чужой труд, это значит, что ты понимаешь, какими силами, какими средствами и какими намерениями человек добился того или иного результата. Зачем он это сделал? И ты понимаешь, и ты ценишь это. Я просто в шоке. Вот серьезно, я реально в шоке была. На соревнованиях я всегда, когда мои знакомые там занимают призовые места, выигрывают. Я просто реально в шоке, потому что я помню, что было до этого момента. До этого. Даже, может быть, за день. Потому что был такой случай, когда две девушки, девочки, не смогли проехать маршрут 135 сантиметров, а на следующий день взяли и проехали 140 на кандидата. Фух, я тогда была реально в шоке. То есть буквально какой-то ночь или вечер человек передумал, что он сделал не так. И исправил, и получил своего кандидата. Надо понимать, что человеку просто так ничего с неба не падает. Я уже сто раз по одному месту проехалась, но мое возмущение настолько велико, что мне кажется, что люди просто не ценят чужой труд, не уважают его. И легче сказать вот это, да тебе повезло, чем похвалить человека за его труды. И если вы считаете, что мне повезло, я тогда не знаю, что делать. Учитывая мое классное везение и мою классную жизнь, я не могу сказать, что мне везет. У меня столько проблем. Просто выше крыши. Я не собираюсь выносить это все на всеобщее обозрение. Это дело мое, моей семьи. Но... У меня нет слов просто. Никто не видит всех этих чемпионов, которые в призах постоянно. Как они на тренировках или на стартах у них что-то не получается. И как они тоже могут плакать. То, что им все это с неба не падает. Просто я хочу, чтобы вы это поняли и усвоили, и больше такого не повторялось. Потому что реально становится так обидно то, что вот ты пахал, а тебе потом говорят, да тебе повезло. Я хочу процитировать даже одного человека, который... Александрова, который просто построил бизнес свой с нуля. Что вот ему тоже говорят, вот удача, удача. А когда я начинаю вкалывать, только тогда ко мне приходит удача. Поэтому у меня больше нет слов на эту тему. И я просто уже теряюсь. Я не знаю, что сказать. У меня просто уже голова чё-то кипит. И, в общем, с вами была я, Ксения Кузнецова. Которой не повезло. Ладно. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok